Как-то незаметно за всеми этими релизами, вип-демками и приват-бетами прилетел февраль. А это значит самое время обратиться к месяцу марта и посмотреть, чего он там нам приготовил в плане игровых новинок. Забегая вперед, скажу, что кроме весьма очевидных фаворитов, есть игры, которые могли бы для вас пройти незамеченными. Не будьте вы подписаны на наш канал. Меня зовут Мардлер, это портал GoHaru и мы начинаем. 5 марта все поклонники серии Front Mission в мировом масштабе смогут оценить новый шутер от третьего лица с элементами выживания и стелса Left Alive. В мировом масштабе, потому как у себя на родине, в Японии игра была доступна с 28 февраля, а 5 марта, соответственно, состоится мировая премьера. Напомню, хронологически игра располагается между пятой и шестой частями Front Mission. Причем действие, судя по всему, будет разворачиваться в наших широтах, а играть придется сразу за троих выживших в каком-то суровом международном конфликте. Сюжетом, понятное дело, не пренебрегли, но как ни сложно догадаться из названия, суть сводится к одному – выжить дальше. Открытого мира не обещают, но локации будут довольно обширными. Бонусом выступает возможность порулить здоровенными боевыми роботами, которых, правда, для этого придется украсть у врага. Концовка у Left Alive будет одна, а вот то, как сложится судьба отдельных персонажей, полностью на вашей совести. Классических сетевых режимов вроде тоже не обещали, но мало ли, посмотрим 5 марта на ПК и PS4. А вы слышали про Super Seducer? Это такой весьма оригинальный и потешный симулятор пикапера. Существует уже две части игры, причем первую даже успели раскритиковать за женоненавистничество. Что, впрочем, не помешало двум частям симулятора продаться тиражом более 125 тысяч копий. В общем, вопрос о продолжении наставления от профессионального матча Ричарда Ларуина даже не стоял, и 6 марта как раз можно будет припасть к его мудрости в очередной раз. Разработчики обещали прислушаться к отзывам о второй части, но в то же время постараться удивить игроков чем-то совершенно новым. Например, включить в третью часть геймплей в открытом мире, а также сценарий по типу «Затащи ее к себе в постель», «Игра в зале» и «Соблазнение парочки». Кроме того, в планах перенести серию на Xbox One и Nintendo Switch, но до этого еще далеко. О, для начала давайте дождемся 6 марта и посмотрим, чего там начудили Ларуин и студия RLR Training на этот раз. 8 марта надо будет не забыть сделать две вещи. Поздравить милых дам с законным праздником и поиграть в Devil May Cry 5 на ПК, PlayStation 4 или Xbox One. В каком порядке действовать и на чем играть, выбирайте сами. Подумать только каких-то 10 лет понадобилось Capcom, чтобы решиться на продолжение франшизы, так что посмотреть на результат прям обязательно надо. Пока что выглядит все ярко, сочно и многообещающе. Данте и Неро будут доступны в качестве игровых персонажей, причем Неро до кучи обзаведется подружкой Ника, которая и за слову в карман не лезет, еще и в механике неплохо разбирается. Будет и третий игровой персонаж, некий таинственный Ви, о котором уже столько наванговали в этих интернетах. Например, то, что Ви это сын Леди или брат Данте Вергилии. Вариантов масса, поделитесь своими теориями в комментариях. Вопрос с микротранзакциями, кстати, тоже остается открытым. Покупку красных сфер, которые можно обменять на движение, умения и различные возможности за реальные деньги, похоже, никто отменять не спешит. Зато платных дополнений выпускать точно не собираются. А вот онлайновый мультиплеер на двоих и троих вполне возможно завезут. Пока же, после релиза игрокам будет железобетонно доступен только режим Bloody Palace, где придется заниматься зачисткой уровней от всевозможных противников. Что ж, с нетерпением ждем 8 марта и на стримах все вам покажем. Не забудьте подписаться на наш твич, чтобы ничего не пропустить. 15 марта еще одна дата, которую лично я жду с еще большим нетерпением. Да-да, я похлонник серии Tom Clancy's The Division, а вторая часть как раз и выйдет 15 числа. У нас на портале и канале полно самоисчерпывающей информации по проекту. О чем все это будет, подробности с альфа, бета и приват тестов, подробный разбор классов и новых механик. Если не поленитесь и посмотрите в описании к видео, найдете там массу полезных ссылок. В общем же, The Division 2 обещает быть более солнечным и зеленым близнецом первой части. Без снега, без рождественского настроения, зато с полноценным эндгеймом. Напомню, в первой части именно с этим были большие проблемы, и разработчики обещались в новой игре все исправить. Хотя, конечно, по поводу новой это я загнул. Не спорю, можно было даже циферку 2 в названии не ставить, а просто выкатить огромное DLC для первой части. С другой стороны, меня все полностью устраивает. Затягивает The Division 2 совершенно так же, как и The Division 1, а большего я от нее и не ожидал. Кстати, на этих выходных стартует УВТ, которая продлится до 4 марта, так что, если еще не приценились, самое время это исправить. Legends of Aria выглядит так, словно Ричард Гэриот все это время занимался не тем, чем надо. Хотя, на самом деле, лучше всего это подтверждает Shroud of the Avatar. А? Поняли все тонкоту шутки? Ладно, проехали. Главное, что нужно знать, Legends of Aria похожа на Ultima Online так же, как The Division 2 похожа на первую Division. По сути, они идентичны, но мы обтекаем и назовем это все словом «вдохновлялись». А если без шуток, Legends of Aria действительно может стать неплохой альтернативой для всех поклонников легендарной Ultima Online. Это фэнтезийная песочница с относительно современным графонем, рельефным ландшафтом и возможностью моддинга. То есть, возможностью запилить свою Ultima с лордом Бритишем и огненными стенами. Ранний старт проекта состоялся 4 декабря 2018, а 21 марта 2019 попробовать ее смогут уже все желающие. Так что, если вы вдруг из староверов и до сих пор время от времени гоняете в Ultima, возможно, это вас заинтересует. Того же 21 марта в релиз выйдет экшен-адвенчура с открытым миром от украинской компании Frogwares The Sinking Series. Тоже очень хочется посмотреть, тем более, что основано все это дело на творчестве незабвенного Говарда Филлипса Лавкрафта, а именно на мифах о Ктулху. В прошлом году, напомню, мы уже смогли оценить Колу в Ктулху французского разлива. Получилось, мягко говоря, такое себе. События игры будут разворачиваться в Америке 1920-х годов. И снова частный детектив, снова вымышленный городок, снова массовое безумие местного населения, за которым стоят сверхъестественные силы. В Ангую где-нибудь обязательно будет упомянута психиатрическая лечебница. Лучшее увеселительное заведение тех времен. Детектив, понятное дело, будет детективить, исследовать места преступлений, допрашивать подозреваемых. Разработчики обещают около 30 часов на основные задания и не меньше 50, чтобы облазить прямо все. Обязательно посмотрю и расскажу о своих впечатлениях впоследствии. Хотя, знаете, я тут подумал, может тупо времени не хватить. 22 марта в наши сердца постучится Sekiro Shadows Die Twice. Да-да, от создателей для почитателей. Никакого вам продолжения Бладборна, ловите рождение новой саги в лучших, так сказать, традициях. Хотя поговаривают, что данный проект вообще не похож ни на что ранее выходившие из-под пирахи Детаки Миядзаки. На кону у нас кровавые разборки в Японии периода Сен-Гоку. Клановое противостояние, куча зубодробительных мобов и жестких боссов, ниндзя по кличке Однорукий Волк, механический протест со встраиваемыми гаджетами, полная свобода действий, полноценный стелс. Что может пойти не так? Спокойно, никаких предпосылок для фейла пока нет. Я просто занижаю ожидания. А то мало ли. В общем, 22 марта на ПК, PlayStation 4 и Xbox One будем смотреть Sekiro Shadows Die Twice. Открытый мир, агрессивно настроенные роботы и выживание. Звучит как неплохая заявка на победу. 26 марта можно будет официально проверить так это или нет, поскольку в стемере резнется кооперативный шутер от шведской компании Avalanche Studios Generation Zero. Мне, кстати, довелось побегать и, знаете, весьма атмосферненько, надо сказать. На дворе 1989 год, вы безмятежно возвращаетесь в родную Швецию и внезапно обнаруживаете, что все куда-то забропастились, а вокруг рыщут не больше не меньше машины-убийцы. Тут стоит отметить, возвращаться в родную Швецию вы можете и в компании из двух или четырех друзей. Выживалка все-таки кооперативная. В общем, хотите бы того или нет, а разбираться с тем, что произошло, придется. И если основательно изучить обстановочку, можно кое-что выяснить. Правда, вам активно будут мешать агрессивно настроенные роботы различных размеров и форм-факторов. Каких-то можно не задумываясь расстрелять, а от каких-то на добрый толк лучше убежать. До лучших, так сказать, времен. Эти времена, поверьте, настанут, и роботы от вас никуда не денутся, ибо в Generation Zero они не из воздуха появляются, а вполне себе существуют там, где вы их оставили. Можно вернуться в игру через несколько лет и увидеть на подбежавшем ржавом механизме след от вашего любимого дробовика. Милота, да и только. За милотой, напомню, приходить 26 марта. Хотя, если сильно хочется, вроде как прям сейчас можно пойти, все приобрести и начать знакомиться с игрой. Так, вскользь буквально в двух словах. 28 марта в бету на PlayStation 4 и Xbox One выкатится Mortal Kombat 11. Релиз проекта намечен на 23 апреля, тогда же, пока бояре смогут наконец-таки опробовать сей продукт в действии, тогда же и мы более плотно поговорим об игре. А пока, если вы счастливы обладатель консоли последнего поколения, можете глянуть на тест. Пользуйтесь преимуществами, пока можете. Ну и напоследок, шестая глава о жизни Эль Президента. Тропика 6 будет доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One 29 марта. На этот раз свою анти-демократическую республику игроки будут строить, а я напомню, Тропика это прежде всего градостроительный симулятор, на архипелаге. Новые инфраструктурные возможности, а также инновации в области привлечения туристов. Например, можно скоммунизить к себе на остров ту же Эфелеву башню или собор Василия Блаженного. В общем, любой каприз Эль Президента за ваши деньги. Эль Президента в президенты... Да, все верно, в выборах тоже дадут поучаствовать. Пишите в комментариях, вдруг вы чего пропустили, а я точно знаю, что мы пропустили. Вы не поверите, сколько игр выходит каждый месяц на самом деле. Ставьте лайк этому видео, делитесь им с друзьями, чтобы они тоже были в курсе, и подписывайтесь на нас везде, если еще не подписались. Меня зовут Майдлер, это портал Гохару, и еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok